добрый день дорогие друзья с вами капля и продолжение темы наставничества сегодня я хотел бы поговорить о подотчетности в сексуальных отношениях начинается это с того что если ты не женат или не замужем твой наставник это человек который будет молиться о том чтобы твое целомудрие сохранилась до свадьбы со своими детьми для которых я являюсь наставником это самый такой очевидный пример мы заключили завет меня этому научил один мой друг на 14-летие с каждым из моих детей мы провели такую встречу семейную я сказал о том что я ожидаю от них в сексуальных отношениях что я хотел бы чтобы они сохранили себя до брака и я предложил чтобы с каждым из них мы заключили завет я подарил им каждому из моих детей золотое кольцо которое они носят на своих руках на своих пальцах и это кольцо завета с отцом завета в котором они обещают хранить себя до свадьбы и мои дети с гордостью носят эти кольца потому что это важно для них и я постоянно смотрю на месте ли эти кольца я задаю вопросы мы общаемся на эту тему они задают мне почему нельзя а почему это считается грехом почему бог вообще против и так далее и я нахожу эти ответы пытаясь объяснять им сдерживать юношеские похоти помогать им хранить себя это касается вопросов когда молодой человек не выдержал искушений согрешил то когда мы вкусим что-то это искушение умножается если ты сдерживаешь себя сейчас от сексуального греха и ты думаешь что ты на грани поверь мне если ты переступишь грань тебе будет в тысячу раз труднее удержаться я бы даже сказал невозможно не бывает так что ты один раз согрешил и все тебе стыдно ты покажется нет это как упасть в пропасть пока ты не достигнешь дна ты не остановишься здесь нужен наставник который не позволит тебе просто разбиться в этом когда мы вступаем в сферу сексуальных отношений когда вы женитесь когда вы становитесь супругами возникает огромное количество вопросов просто невероятно что можно как зачем почему это плохо это хорошо это не то о чем нужно проповедовать с кафедры об этом нужно говорить лично ко мне приходят очень часто там особенно жены не грятого мой муж извращенец он хочет вот это вот это я начинаю улыбаться потому что наверное тоже тогда извращенец я тоже этого хочу и начинаешь разговаривать и объяснять что на самом деле это нормально на самом деле это 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 сотворено богом ханжи церковные особенно ханжи они приемли только один вид секс воздержание максимальный секс один раз в год для того чтобы сделать жену беременной и отправить ее рожать спасая душу тупо секс создан в том числе и для наслаждения и все свято в браке до брака любые сексуальные отношения являются грехом после абсолютно все свято когда это происходит вообще по большому счету никто не может лезть в спальню супругов если они не разрешат своему наставнику это дело это должно быть обязательно решение принятое вместе но подотчетность сексуальных вопросах своему наставнику она обязательно должна быть и он вправе задать тебе вопрос как ты сдерживаешься получается ли у тебя смотрю ты он повел глазками за той девушкой что у тебя в жизни почему и так далее и так три сферы в которых мы должны быть подотчетны нашим наставникам духовные финансовые и сексуальные